Футбол-спорт номер один в мире. На дружескую встречу в этом виде спорта пришли в эти выходные ветераны футбола Щелковского района. На этот раз он состоялся в Манеже у ИСКА Подмосковья. Турнир был посвящен памяти ушедших из жизни футболистов района. Хочу сказать, что мы все очень рады, что руководство и города, и стадион пошли нам на встречу, как бы выделяет нам футбольное поле, вот этот вот стадион. Мы здесь все вместе собираемся, вспоминаем, как бы общение. Многие приходят с семьями, уже как бы с внуками. Возрастной состав участников от 50 лет. Каждый игрок демонстрировал серьезную подготовку, искренне радовался встрече с коллегами и стремился к победе. Штанга, разновидность удара мимо, слышались крики с поля. Футбольная битва завораживала болельщиков. Известен ли исход игры для футболистов уже в самом начале? По словам спортсменов, все зависит лишь от расстановки сил и судьбы. И самое главное, чему может научить футбол, не сдаваться, несмотря ни на что. Была интрига в последней финальной игре, когда, в общем-то, судьба игры решалась до последних секунд, команда финалист пыталась спастись. И, в общем, довольно так все это хорошо смотрелось. Мало ребят, молодежи, которые должны, в общем-то, вычислить их, ветеранов, хорошим футболом. Результаты турнира распределились следующим образом. Команда «Спартак-92-93» заняла первое место. Сборная 70-х – второе. Сборная 80-х – третье. Примечательно, что каждая команда носит название «Тот год, в котором участники только начинали играть в футбол». Важно отметить, что некоторые ветераны получили почетное звание «Легенда щелковского футбола». Я думаю, что это хороший турнир. И хорошо, что мы не забываем тех, кто ушел от нас. Хотелось бы, чтобы еще помоложе были ребята и сидели, и смотрели. Хотелось бы, знаете что? Хотелось бы, чтобы одновременно проходил не только турнир среди ветеранов, но и молодежь, детей. Подключать сюда и совместно хотя бы через игру играть. Ну, футбол – это вся моя жизнь. Это вся моя жизнь. Это и сын мой продолжатель, он тоже как бы и сейчас связан с футболом. Вот. Я думаю, что если бы начать все сначала, я бы, может быть, еще усерднее занимался футболом. Футбол – это такой пласт, когда практически с пяти лет мы были заражены этим футболом. Потому что поколение, наше поколение, когда играло в каждой улице, в каждой поселок, в каждой деревне, ходили, играли, знаете. Футбол – это была всенародная игра. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова